Здравствуйте! Продолжаются праздники, впереди Рождество и надо приготовить что-то очень вкусное. Я вам предлагаю приготовить очень вкусный рулет из свинины. Для этого нам понадобится примерно полтора килограмма брюшной части свинины, называется пашина. Также нам понадобится морковь, чеснок, душистый перец, имбирь и лавровый листик. 3-4 ложки сметаны, 2 вида горчицы, острая и сладкая французская горчица, паприка, смесь перцев, розмарин сухой, нужно взять свежий и соль. Вот собственно говоря и весь набор ингредиентов, а также надо будет взять веревочку, которую мы будем обматывать, рулет и фольгу, которую мы будем запекать. Вот собственно говоря и все, и приступаем. Вот у меня есть такой кусочек мяса, вот в таком виде он продавался в магазине, я его разрезала вот так вот вдоль волокон. И у меня такой неровный кусочек, с которого как бы, ну мне кажется рулет на первый взгляд и не получится. Не переживайте, все получится, сделаем, закрутим, будет вкусно и красиво. Разрезала и теперь будем подготавливать чеснок и морковь. Значит чеснок нарезаем ножиком в произвольном порядке, вот такими лепесточками. Рулетик получится очень вкусный, очень нежный, не сухой. Морковку нарезаем тоже вот такими лепесточками, чтобы нам удобно было и дальше нашпиговать этой морковкой мясо. Вот мы подготовили чеснок и морковочку, мясо у нас уже разрезанное, тоже подготовлено. И мы начинаем, собственно говоря, самое тяжелое в приготовлении этого рулета. Это нашпиговать его морковкой и чесночком. Таким образом это делается. Ножом протыкаем, чуть-чуть разворачиваем, делаем кармашек и в этот кармашек засовываем чеснок и засовываем морковку. Не бойтесь проткнуть мясо, ничего страшного. Мы потом это все будем заворачивать, поэтому если вы где-то проткнули насквозь, это не повлияет на качество рулета, на его вкусовые качества. Поэтому шпигуйте смело. Вот так это делается по всей части мяса. Мясо я нашпиговала. И пока мясо откладываю его в стороночку. Сейчас я буду делать соус-маринад, который мы будем промазывать рулетик внутри. Я беру свои специи все, беру емкость и имбирь натираю на терочке. Имбирь натерли, добавляем сметанку. Жирность сметанки не имеет никакого значения. Добавляем розмарин сушеный, добавляем два вида горчицы, острую и сладкую. Все это тщательно размешивая. Вот это маринадик, который мы будем внутри промазывать рулет. Значит, вначале надо рулет хорошо посолить. Дальше мы разлаживаем душистый перец. И дальше идет смесь перцев. Это смесь белого, черного и красного перца. В принципе, по вкусу это точно так же, как и черный перец, просто очень душистая смесь. Очень дает приятный аромат. Добавляем сверху паприку. И дальше распределяем наш маринад, который мы приготовили, по всему мясу. Распределили и теперь начинаем формировать рулет. Значит, а здесь, пожалуйста, внимание. Та часть свиньи, где в основном больше жира, она идет на внешнюю часть рулета. А часть мяса, там где меньше жира и больше мяса, идет во внутреннюю часть рулета. Вот это вот основное правило. То есть жирок должен быть сверху. Внутри должно быть мясо. Теперь мы вот так сформировали, закрутили. Посмотрите, с неровного кусочка мяса получилась какая хорошая толстая колбаска. Вот такой рулетик. Главное, это все плотненько очень замотать и потом завязать веревочкой. Значит, форма обвязочки никакого значения не имеет. Я завяжу таким видом, как меня, в принципе, учили когда-то. А вы завязывайте так, как вам удобно. Главное, чтобы рулетик был затянут очень плотно и в процессе приготовления не развязался. Вот таким образом. Получился такой хороший рулетик. Теперь мы этот рулетик уложим в фольгу. И ставим в печку примерно на 90 минут. За 10 минут до окончания приготовления, пожалуйста, раскройте фольгу и включите гриль, чтобы рулетик не только приготовился, но и подрумянился сверху. Вот, отправляем его в духовочку. 200-220 градусов, 90 минут. И вот смотрите, за 10 минут до приготовления рулетика я его открыла, включила гриль, подрумянила сверху. И теперь оставьте, чтобы он у вас остыл. Его лучше резать в холодном виде. Вот такое вкусное чудо у нас получилось. Готовьте с удовольствием, кушайте на здоровье. Любите себя и своих близких. И балуйте их вкусными деликатесами. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и задавайте вопросы. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok